Здравствуйте! В эфире программа «По существу» в нашей студии. Алена Аршинова, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Российской Федерации. Алена Игоревна, здравствуйте! Здравствуйте! Подвели окончательные итоги предварительного голосования по выборам депутатов на предстоящих выборах в Госдуму и в Госсовет Чувашии. Как вы оцените результаты? Что читаете главным? Самое главное, что люди эту процедуру приняли. Для нас очень важно, во-первых, участие кандидатов и участие их команд. То есть очень много кандидатов зарегистрировалось, это 220 человек. Причем часть из них это 153 на Госсовет. И у нас конкурс фактически на один округ составляет около 7-8 человек на место, поэтому очень высокий. И в Госдуму у нас на список зарегистрировалось 31 человек. И на два округа, это Канадский и Чебоксарский, 19 и 17 человек. И, конечно, мы не ожидали такого результата, когда, во-первых, столько будет кандидатов. И, кроме того, вот так и получилось, что каждый кандидат привлек свои команды. И получилось, что около 200 тысяч человек стали выборщиками, и 181 тысяча проголосовало из них. То есть это фактически 20% от всех избирателей региона заинтересовались этой процедурой. И более того, даже прошли верификацию, зарегистрировались. И второе касание они уже проголосовали за своего кандидата. Я очень рада, что прихожу к выводу, что наши кандидаты людям интересны. Ну, действительно, очень много интересных, тяжеловесов, харизматичных, тех, кто может принести пользу республике. И для нас очень важно, вот мы фактически вместе с жителями республики сейчас посели, у нас была посевная. И очень здорово было бы потом пожинать и плоды уже в саму выборную кампанию. То есть мы бы хотели, что те, кто голосовал за наших кандидатов, обязательно бы пришли на избирательные участки уже и проголосовали за них. Им нужна будет поддержка наших жителей. Голосование завершилось. Список победителей уже известен. Эти результаты как-то повлияли на планы партии? Ну, я скажу так, что партия готова выдвигать любого человека, который победит в нашем предварительном голосовании. И не зря мы говорили, что у нас люди выбирают, а Единая Россия выдвигает. И поэтому все, кто сейчас победил, конечно, мы предполагаем их выдвижение. Сейчас мы фактически ждем все вместе Федерального съезда Единой России, который состоится 19 июня. И как раз там будут озвучены уже окончательные итоги выдвижения. То есть именно съезд определяет. Поэтому мы свою работу сделали и передали все результаты. То есть мы признали результаты и их передали. И для нас теперь очень важно, чтобы те, кто победил, были обязательно нашими кандидатами. И, конечно, сейчас идет основная работа по формированию предвыборной программы Единой России. Мы сделали все возможное, чтобы отработать нашу программу и выполнить ее, ту, которую мы принимали 5 лет назад. Мы сейчас подводим итоги, мы отчитываемся. И для нас очень важно, чтобы люди ответили для нас на следующие вопросы. Что теперь приоритетно в нынешнем году, на ближайшие 5 лет, что нужно сделать для республики на уровне всей республики и еще и с уровня Государственной Думы. То есть какие законы принять, что мешает или наоборот, что бы помогло в преодолении каких-то проблем. Новые школы, новые детские сады. И это из Сызыва в Сызыв. Мы продолжили строительство, но я понимаю, что тема перестала быть такой горячей. И мы сейчас сделали все возможное, чтобы теперь могли и капитально ремонтироваться уже существующие детские садики и школы за счет федеральных денег. Раньше нам это Федеральное министерство финансов не разрешало делать. Теперь мы это делаем. Конечно, мы строим ворцы дома культуры. Мы продолжаем программу по сельским школам и переоборудуем спортзалы. Мы сейчас закупаем новые школьные автобусы. Они сейчас должны еще дополнительно поступить в республику. И, конечно, мы работаем в том числе и на уровне законодательства. То есть мы упрощаем какие-то житейские, наверное, снимаем житейские проблемы. Вот, например, буквально на прошлой неделе мы с коллегами, с Андреем Анатольевичем Турчаком, как секретарем Генерального совета Единой России, с нашими другими коллегами, мы внесли законопроект, который дает приоритетное право братьям и сестрам поступать в образовательную организацию, будь то школа или детский сад, приоритетно, если там уже учатся брат и сестра, родной или сводный, без необходимости доказывать, что это родные братья и сестры. Поэтому, чтобы вот этим не заниматься, перепрописыванием и прочее, да, более того, это дополнительные деньги на транспорт, это дополнительные деньги на требования к школьной форме, они везде у каждой школы разные. Поэтому мы убираем вот эту необходимость прописываться в одном месте, это несовременно. И, конечно, делаем все возможное, чтобы успеть принять наш закон о школьной медицине. То есть такие вопросы, они на контроле наши жители, потому что мы понимаем, Владимир Владимирович, как президент, нам поставил задачу, что это должна быть школа полного дня, и в ней должно быть безопасно со всех сторон, да, как со стороны охраны самого периметра школы, охраны внутренней. И, конечно, это должна быть еще и охрана здоровья. Она должна быть в нашей школе, я уже неоднократно говорила, и о детском саде, и о школе, и о любой образовательной организации, что это все должно быть. Для нас очень важно слышать людей, спрашивать у людей про наказы. И, например, я сама постоянно стараюсь встречаться с людьми и слышать, о чем говорят, о каких-то назревших проблемах. Вот, например, для меня близки все проблемы, которые касаются педагогического сообщества, потому что мы постоянно встречаемся. То есть мы, по сути, пишем законы здесь, в Чувашской республике, о том, что будет происходить во всей стране. Потому что я являюсь федеральным координатором партийного проекта «Новая школа», который работает на всю страну. И, конечно, меня руководство спрашивает, какая обстановка в сфере образования, что так, что не так. И самые яркие, конечно, проблемные вопросы я озвучиваю. Значит, единая формула оплаты труда педагогов, неважно, где он работает, в Москве, в Чебоксаре, в Хабаровске, в Тюмени. То есть она должна быть такой. Мы ввели как раз по настоянию наших педагогов чувашских доплату за ЕГЭ и за ГИА, вообще любой формы аттестации. То есть это ОГЭ и прочее. И мы подключили Рособорнадзор, мы подключили прокуратуру. И сейчас отслеживаем. Я хочу, чтобы была единая формула оплаты труда и за госитоговую аттестацию. Мы отменили обязательный единый госэкзамен по иностранному языку, потому что он с 2022 года должен был быть обязательным. Соответственно, сейчас очень многие перестали забирать после девятого класса своих детей, потому что они бы не смогли сдать. Они бы не смогли сдать даже английский язык. Я уже не говорю о любом другом по выбору, потому что есть большая разница между московскими школами и любыми другими школами. К сожалению, есть разница даже просто между городом и селом. Мы выяснили, что нужно для того, чтобы сдать обязательный ЕГЭ по иностранному языку. И поняли, что это не обеспечивается, и поставили условия Министерству просвещения на текущий момент, что как только эти условия будут соблюдаться, вот тогда мы будем с вами говорить. А сейчас нет обязательного ЕГЭ по иностранному языку, и это наша позиция. Мы не против иностранных языков. Мы за то, чтобы были равные возможности. Иначе у нас получается, что московские ребята поступят. Поступят те, у кого есть деньги на дополнительные занятия, а те, у кого нет. То есть, по сути, само ЕГЭ – это дорога в жизнь в любой вуз страны. Федеральный, национальный, следовательский. Даже из глубинки, хоть это Чувашская республика, или с любой другой республики, или даже, не важно, протяженность от Москвы, хоть от Калининграда до Владивостока. А что получается? Что сельские ребята, получится, не смогут сдать. Потому что нет такого уровня преподавания, нет лингофонного оборудования, нет деления на группы. Потому что невозможно преподавать качественный иностранный язык в классе, где 30-40 человек. Невозможно. В группе должно быть не больше 10 человек. И мы сейчас вот этого добиваемся, создания таких условий. Чтобы наши дети говорили на иностранных языках. И пусть даже сдают, но тогда, когда условия будут созданы. Поэтому, конечно, мы сейчас стараемся довыполнить то, что обещали. И уже составляем новый план график. То есть мы из наказов соберем предвыборную программу каждого кандидата. То есть вот каждый кандидат, то, что получил, это будет предвыборная программа кандидата. И, конечно, мы собираем предвыборную программу нашего региона, нашей республики Чуваша. И собираем предвыборную программу уже федеральную. То есть что нужно, какие программы, на что нужны федеральные деньги, чтобы Чувашская Республика все получила, все необходимое. Обновление поликлиник. Это продолжить, например, замену оборудования в детских школах искусств. Это продолжить строительство образовательных организаций. Шаговая доступность. Это кванториумы. Это оборудование для наших педагогов. Это закупка и ноутбуков. Всего необходимого. Причем нам очень важно, мы уже обеспечили на текущий момент горячим питанием младших школьников. И нам очень важно, чтобы всех школьников кормили. Конечно, пока кабинет питания это сложно, но мы отрабатываем сейчас и устраняем все ошибки. Это делают в том числе и наши харизматы, наши кандидаты, которые носят статус министра вице-премьеров. Это Леонидна Салаева, например. Кстати, тоже надо дать должное, что очень многие за нее пошли голосовать на предварительном голосовании. Вот у нас очень такая хорошая команда, с которой мы сейчас составляем предвыборную программу и потом на федеральном уровне будем отрабатывать. Вот, например, еще одно новое лицо, харизмат, яркий человек. Это Сергей Геннадьевич Артамонов. Очень яркий человек, который бьется за сельское хозяйство, как за себя. Поэтому вот такие люди, конечно, на федеральном уровне очень много принесут. Поэтому, конечно, мы бы хотели, чтобы жители на выборах их поддержали. Ну и, конечно, такие личности, как волонтеры, врачи, которые, например, Николай Станиславович Николаев, это замсекретаря партии «Единая Россия» в Чувашской республике, он при этом возглавлял ковидный госпиталь. Вы знаете, что это федеральный центр травматологии перешел в ковидный режим. И, конечно, они очень слаженно отработали. Вот такие люди привлекли сейчас, конечно, внимание. За них нельзя было просто не проголосовать. Леонид Пронин, как волонтер, например, он выиграл округ Канажский сейчас. И, конечно, он как волонтер был просто везде. Он и возил, доставлял лекарства, он был с детьми. Потому что понятно, что пандемия, но при этом дети-то в больницах, они не перестали, к сожалению, болеть другими болезнями. Он был рядом с ними, обеспечивал в том числе продуктовыми наборами наших медиков, которые фактически были на боевом посту и как один на один фактически с пандемией боролись, а мы старались подставить плечо. То есть очень яркие люди, за которыми действительно пришли команды, которые за них голосовали. Поэтому так и вышло, что у нас один из самых высоких по стране результатов к числу избирателей. Поэтому действительно это очень ответственно. И мы бы хотели, чтобы, конечно, этих людей, за кого мы сейчас голосовали, чтобы их поддержали и на выборах. Алена Игоревна, спасибо вам за беседу. Спасибо, что пригласили. А я напоминаю, вы смотрели программу «По существу». В нашей студии была Алена Аршинова, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Российской Федерации. До свидания. Алена Аршинова, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»